здравствуйте дмитрий вы приехали на российский комитет рабочих весной 18 года вы рабочий из саратова правильно вот нам интересно было бы знать ну где вы работаете кем каком предприятии как у вас происходит борьба рабочих если она есть какая ситуация у вас на предприятии вопрос понял я работаю скажем так в издательстве слова но издательство это условно но раньше назывался издательство коммунист известная на весь советский союз если кто знает потом его переименовали в издательство слова там очень большой объем раньше издавался и газет книг всяких изданий сейчас оборудование распродается по причине того что все здания все оборудование все очень выкупил московский собственник какой-то бизнесмен я не знаю не помню его фамилию в общем там теперь оборудование которое осталось ему сдается в аренду там работают частники чп по моему не там точно называется все это они пользуются конкретно издательство слова но издает этикетки там для всяких там продуктов питания мужчин больше ничего не издается скажем так все помещения которые там же огромное количество помещений там ну все там там был все и столовые там кинозалы там все был для рабочих людей вот в советские времена был сделан очень рассказывали люди стражи потом давно работу работает сейчас все это сдается в аренду ну так я занимаюсь тем что я поддерживаю все эти вот здание ну в божеском виде чтобы она как-то хотя там все так постепенно разваливается денег как бы не хватает может быть они все уходят владельцу я точно не знаю этого в общем я работаю рабочим по ремонту скажем ты сам рабочих немного наверное до рабочих вот у нас бригада три человека рабочих по ремонту плюс когда нет работе работы по ремонту мы выполняем всякие подсобные работы потому что для этого нет предусмотренного персонала ну допустим там какой-то там убрать помещение там подготовить его под аренду все это у нас потому что нет непосредственно работать договор с аренду сейчас там основное это основная прибыль у них идет вроде как от аренды есть там у нас стать или сантехник электрик электрик на несколько там помещений говорят что это не совсем правильно потому что ну как бы такое количество помещений должны обслуживать и дежурные там еще такое как-то чтобы потому что у нас периодически аварий случается все уже там советских времен уже наладом лишь и отопление и много чего там у кое-как там как-то поддерживаем вот это все в таком виде чтобы она еще пока функционировала все-таки коллектив рабочих небольшой наверное вообще небольшой есть еще вот печатник один который эти вот этикетки печатать там у него станки и он и все мы с ним мало контактируем в основном вот это вот трудовой коллектив у нас 5 то есть наверно на таком небольшом предприятии относительно там говорите по какой-то организации рабочих наверное особо не приходится да не приходится на самом деле хотя мы говорили что у них там были про союза но они были какие-то такие недеятельные там просто собирали деньги на праздники на рождение ну наверняка какие-то может быть путевки давали но это было и ушло люди как-то достаточно апатично настроены там как-то ничего не рассчитывают потому что на другую работу опять же я вот тоже много как бы работ сменил свою жизнь на стройках работал достаточно много по профессии там штукатур маляра делочник и приходилось работать там условия достаточно жесткие работодатель диктует политику жестко не нравится уходи не нравится это свободе в самом саратове это в городе да да и в энгельсе работала саратове там так хочется задерживать зарплат хочет нет проблема как в этом комитете многие озвучивают что как объединить людей вот в этом есть как бы проблемы я с этим сталкивался потому что многие испытывают проблем ну задержка зарплаты ну какие-то там нарушения нет объединиться люди там каждый один там что-то предъявить не нравится и там все по одному а по одному люди ничего почти есть может быть какие-то там уникумы которые стоит того чтобы там за него там так работодатель будет держаться трястись там чтобы его не уволить чтобы он сам не убежал но таких мало в основном людей скажет какой средний размер зарплаты рабочего в саратове примерно я или скажем варьирует в каких пытался изучать но там просто таблицы я открываю открывалась и таблиц там просто размер заработной платы и количество людей которые по регионам вообще просто это ну в свободном доступе в сети есть как бы там а вот средний почему-то не нашел это мина в рост стать я на сайте находил данные какой средний кто-то говорит там 35 кто-то это среди моих знакомых 35 получает крайне мало людей даже вот у меня дядя он работает в правительстве города саратова муниципальном образовании город саратов у него немножко понизили в должности он получает 30 тысяч рублей в месяц у него два высших образования он на работе проводит по 14 часов любой момент его вызывать ему по звонку срывается бросаются дела получает 30 тысяч рублей в месяц я думаю что это не очень много для такой должности для такой нагрузки моральной и вообще достаточно серьезная работа среди рабочих ну я говорю вот в моей специальности можно допустим отделочники штукатуры маляры там все вот кто связано с отделочными работами там плиточники они там могут получать там я не получаю там по 40 тысяч но там работодатель довольно жестко ставит вопрос есть сроки то там если ты не укладываешься там гнешь и ночуешь чтобы эти сроки там как творится не укладываешь там могут неустойки заставить там ну в общем срезают зарплаты как то вот так у нас пока я с этим сталкивался сам а вы слышали на каких-нибудь забастовках в саратове в области на каких-то предприятиях хотя бы какие-то действия рабочих действия слышал у нас точно не могу сказать у меня есть подруга она работает на тантале есть такое предприятие нас саратове там у них по несколько месяцев задерживают заработную плату там по три по четыре как хотят выплачивать там кусками ночи не знаешь когда получишь она рассказывала я точно данных не знаю как тут не успел с ней достаточно так побеседовать чтобы может быть предоставить эту информацию вы пытались бастовать и не знаю чем это все закончилось не обладаю такой информации ну в общем а про российский комитет рабочих вы узнали где опять же через это уже мою подругу я попал в рк рп там есть у нас отделение в саратове не туда ходит несколько людей из по моему рпр там еще есть мужчина один часто ходит на рк рп по крайней мере он там выступает с докладами вот он не говорит я хотел сюда поехать они ну как с финансами не очень получалось он ведь давай все оплатит дорогу по крайней мере проживание там сами как-то соорудите ну я обрадовался решил поехать а так что-то смотрю финансы мне как-то подрезается на этот месяц не получалось поехать хотя хотел поехать не вот прям буквально недавно об этом всем устал узнавать потому что раньше как-то не понимал что важности силы рабочего класса в массе и его единстве вы уже присутствовали на первом дне заседания российского комитета рабочих как и какое у вас впечатление после этого дня впечатление от объема информации для меня это достаточно новая информация но возражение она не вызывает то что если кратенько пройтись по пунктам то что сокращение рабочего дня это однозначно выгодные для работодателя для рабочего все это как бы важно и о том что рабочие профсоюзов и тоже это важные вопросы которые нужно как бы решать впечатление у меня хорошие но есть такой вот опять же такой печальный момент что как и константин который с энгельсом он тоже говорит что вот как до людей донести это такой основной мне кажется проблемный момент для многих людей сегодня я не нет одного человека это прозвучало что все это вот в этом основная проблема в единении как людей что люди разрознены в силу того что они думают о меркантильном а с сегодняшнем дне а завтрашним днем они как-то не знают как он думать может быть у вас какие-то еще пожелания рабочим рабочему класса есть обучен славится что делать рабочим но я думаю что нужно менять именно направление на жизнь я вот сегодня так немножко об этом сказал заседание что нас как бы наверное как многие говорят что это теория заговора там типа когда государство не занимается диалоги это этим занимаются другие структуры ну скажем так телевидение средства там все эти вот массовой информации они начинают этим заниматься просто те образ жизни которые выгодны для буржуазии если так сказать если такими категориями то это выгодно ну я не знаю я это так вижу что это для них выгодно они этот образ жизни для нас как бы пропагандируют чтобы люди работали больше чтобы люди как бы попадали в в рабство а если человек ну я для себя допустим так решил что для меня аскетичный образ жизни это даже не то что проблема для меня это благо я так для себя решил наверное не каждый может так сказать ну вообще именно духовная сторона жизни именно вот это вот такое пожелание чтобы люди как бы больше думали о духовном чем о материальном потому что это нас порабощает материя нас поглощает скажет так если так сказать чтобы люди ну там не знаю можно жить не так богато ну радоваться жизни там выезжать на природу чем-то увлекаться меня например это спасает если думать только о деньгах и о своем материальном благополучии то я бы сошел с ума например да я увлекаюсь там музыкой спортом психологии там философии эзотерикой на это нужно время как труд все это увлекает это радует развивает меня и если жить вот такими ценностями думаю что рабочего класса есть какое-то будущее в том плане что она может быть более свободным от своих работодателей потому что она будет меньше зависеть от тех денег но это один момент конечно нужно бороться за свои права я ничуть не говорю что этого не надо делать но если мы будем еще и свой образ жизни менять свое отношение к деньгам к ценностям думаю что это очень важно читали ли вы когда-нибудь классиков марксизма ленинизма нет к сожалению не читал мы не знаю как то и вообще не очень как бы книгам расположен я читаю такие отдельные статьи люблю психологию какие-то вот такие эзотерические вещи это можно сказать оккультный ну я я это люблю я читаю просто такими статьями отдельными и так проще информацию воспринимать а там тома это тяжеловато заходили на сайт фонда рабочей академии может быть на видеоканал фонда рабочей академии не удела лекции если не читать можно лекции слушать я планирую этим заняться потому что я об этом вот только-только начал узнавать потому что для меня это важно я это еще когда только работать пошел сразу стал осознавать все ну вот эти вот проблемы которые сейчас говорим я это их сразу прямо почуял на своей шкуре как только работать пошел потому что сразу рабочий класс я не образование высшего нет рабочий сразу все проблемы я увидел конечно это все важно тогда я почему-то как-то не придавал такого значения ну там понервничаешь понервничаешь и все сейчас как-то решил что надо этим заниматься кто если не мы как говорят стандартная фраза но она наверное пока что работает спасибо за интервью вам спасибо до свидания Субтитры создавал DimaTorzok